И снова привет друзья! Привет всем кто продолжает играть в Клондайк! С вами как обычно Юрис и встречаем очередное обновление в игре! Лабиринты друзья! Наконец-то запустили разработчики лабиринты! Весь Клондайк гудит! У всех просто бешеный восторг! Все отправляются раскопать как можно больше лабиринтов и заработать как можно больше ресурсов! Награды будем получать за прохождение бесконечных ключевых лабиринтов! Встретимся опять же с контрабандистом за синий акционит, который будет что-то продавать! Ну и давайте начинать! В первый ключевой лабиринт отправляемся! Встречаем журналистку Лину! Она говорит, что в этих лабиринтах находится какой-то храм непонятный! Называется он Нимфиум! Давайте будем смотреть какие подарки сможем прикупить! Две головоломки, две мини-пекарни, мультибоксы всевозможные! Ну и естественно нефтяные, угольные и глинодобывающие установки, а также декорации! Все к кому что нужно сможем заработать в лабиринтах! Ну и кроме этих построек, естественно огромное количество разнообразных ресурсов! Это и трава, и камни, и глина! Все, что кому-то не хватает, обязательно можно в этом обновлении заработать и получить в громаднейшем просто количестве! Все зависит только от вашего желания и естественно от количества энергетиков имеющихся на складе! Начинаем копать, ну и в принципе все происходит как обычно! Как во всех лабиринтах, ищем какую-то тропу, куда-то идем и будем находить вот такие изукрашенные кувшины! Из них будет выпадать ясная вода, которая нужна для того, чтобы фонтаны запустить! Вот так они выглядят! Интересные постройки, такие симпатичные! Сейчас будем собирать изукрашенные кувшины, а потом уже запускать фонтаны! Фонтаны будут являться именно тем ключом, который нужно будет использовать, чтобы открыть вход в сокровищницу! Каждый уровень из ключевых лабиринтов, их четыре, как обычно, содержит 15 сундуков с акционидом! Вход в сокровищницу открываем после того, как фонтаны все запустили! Сокровищницу мы посмотрим в следующем видео, как будут ресурсы из нее сыпаться! И переходим в следующий лабиринт, ключевой, во второй лабиринт! И это занятие нашему персонажу вроде бы не сильно нравится, но у каждого свое отношение к лабиринтам, поэтому продолжаем копать! Второй журналистка Лина говорит, что не сильно долго продлится наше вот это путешествие! А зачем, собственно, нужен нам этот храм в виде фонтана нимф? Он вроде бы был сконструирован несколько столетий назад, и он состоит из таких материалов, которые практически не поддаются старению! Вот такая интересная история! Профессор нас бросил в этот раз в лабиринтах, не участвует он в раскопках так называемых, и мы сейчас вторую сокровищницу открываем без профессора! Он, естественно, скорее всего, будет в небольшом шоке, когда узнает, какую статую мы, в конце концов, получим в подарок! Второй лабиринт готов, сокровищницу можно открывать, но это будем делать в следующем видео! На третий переходим уровень ключевых лабиринтов, и Лина снова нас подбадривает! Давай еще немного покопаем, побродим по этим прекрасным лабиринтам, и в конце концов, все-таки, получим этот храм! Статую в виде храма нимф, нимфиум или нимфевум, ну, мне почему-то удобнее нимфиум говорить, хотя, может быть, это и неправильно! Попытался я поискать, где в этом слове правильно поставить ударение, но не смог найти, не стал особо на это времени тратить, Поэтому давайте еще несколько ваз разбиваем, запускаем фонтаны, и уже третий уровень можно будет сейчас покинуть и отправиться на четвертый, на тот уровень, вот так он выглядит, третий, когда все сундуки уже найдены, и все 10 куч золотых тоже, и можно открывать сокровищницу и отправляться уже на четвертый, на котором, не договорил, находится контрабандист за синий акционит! Последний это, да, лабиринт, давай скорее закончим, и для начала посмотрим, что же предлагает нам в этот раз товарищ вот этот, усатый торговец за синий акционит! Белый кристалл, можно улучшить рулетку телепорт, которую мы получали за расчистку границы миров, ну, попробуем улучшить, также сборщик золотых статуй имеется, ну, и дальше смотрим, розовые кувшинки можно понаставить в качестве рыбных сетей, можно сказать, ну, и декорации, каких только сюда не натолкали, и композиции с котом, белый бук, ледяной кристалл, все, что угодно, друзья! Все, что кто-то не успел купить или не смог на локациях, которые мы недавно проходили, теперь вот у торговца за синий акционит можно все это приобрести! Расчищается последний ключевой уровень лабиринтов, еще три вазы разбиваем, вылетает вода, которая нужна для фонтанов, и теперь совсем немного уже остается, чтобы узнать, что это за награда такая ожидает нас в сокровищнице! Запустить, и теперь можем уже заходить в сокровищницу, открываем, ищите подарок на домашнем складе! Спасибо! И журналистка Лина говорит, что у нее еще очень много времени уйдет на изучение этого фонтана, а у нас теперь задача отправиться в бесконечные лабиринты, не активен фонтан, на нем русалка симпатичная изображена, и сокровищница, в принципе, тоже готова к тому, чтобы ее разбить! В путь отправляемся в бесконечный лабиринт, статую хранителя лабиринта получаем, естественно, но об этом расскажу уже в следующем видео, не стал я опять же пихать все в одну кучу, лучше несколько коротких видео сделаю, и в каждом постепенно будем разбираться сначала с ключевыми лабиринтами, а потом уже с бесконечными! Белый кристалл покупаю, но сразу говорю, что с ним небольшой подвох какой-то, и, честно говоря, я не понял, в чем секрет, не могу вот я его улучшить, хотя потом я на складе его поискал, он имеется! Есть белый кристалл, но рулетку не дают улучшить! Нимфиум, вот такая интересная постройка, и также статуя стража имеется, но пока она, естественно, не сильно красивая, 110 частей нужно для этой статуи заработать в лабиринтах, то есть откопать 55 штук, расчистить, и тогда вот эта нимфа, скорее всего, уже будет в полной красе представлена у нас на домашней локации! Нимфиум, идем, лимонный порошок, золотые пальмы, сингулярность, керосин, не сильно много, но все-таки монетка и динамит в конце! Вот такой подарок в виде крафтовой постройки получили мы за расчистку четырех ключевых лабиринтов, и с декоративными телепортами, я вот, честно говоря, не понял, не улучшается он! Зашел в достижение, граница миров у меня расчищена, то есть этот телепорт улучшался уже, купил потом еще один, второй, сравнил их, непонятно абсолютно, вот он этот белый кристалл, но улучшать не дают! То есть, если бы я пытался улучшить постройку, которая куплена, пишут, что нельзя ее улучшить, то есть у меня постройка, которая уже была улучшена на локации, но я запутался, честно говоря, и так в конце концов не пришел ни к какому решению, То есть, это, скорее всего, разработчики что-то намудрили, или у меня уже этот телепорт улучшен на полную, то есть до конца, дальше никаких улучшений производить уже нельзя, но только такой вот можно сделать вывод Поэтому, друзья, в следующем видео будем еще раз разбираться с телепортами, с декоративными, а также отправимся разбивать сокровищницы и сундуки с акционидом, посмотрим, сколько накопится акционида и что на него можно будет прикупить у торговца Продолжаем играть в Клондайк, продолжаем добавляться в друзья ВКонтакте, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если видео вам понравилось, удачи всем, друзья, и до новых встреч на канале!